Пятый поединок в легком весе. И в синий угол октагона приглашается боец из России, Магомед Шатайев! Ну что ж, а мы постепенно подходим к середине данного турнира. Магомед Шатайев на ваших экранах. 2002 года рождения. Из Грозного представляет клуб «Даймонд». Бриллиант. 173 сантиметра его рост. 70 килограммов ровно. Я показал на взвешивании. Сегодня он дебютирует. Ну и дебютирует он в поединке с Евгением Олейником. Его соперник в красный угол приглашается боец, представляющий Россию, Евгений Олени! А вот Евгений Олейник на наших экранах. Уверенной походкой выходит он в клетки. Боец из Краснодара представляет клуб «Кузня». Как профессионал дебютировал недавно, в сентябре прошлого года. На турнире Blacksmith Fight Championship 3 в первом раунде нокаутировал Берди Бердиева. Сегодня второй поединок у Евгения. Посмотрим, сможет ли он выступить столь же ярко. Представляю участников поединка. Боец в синем углу. Ему 19 лет. Рост 173 сантиметра. Вес 70 килограмм 100 грамм. У бойца профессиональный дебют. Представляет клуб «Даймонд» из города Грозный, Россия, Магомед Шолтаев! Его соперник в красном углу. Ему 25 лет. Рост 177 сантиметров. Вес 70 килограмм 200 грамм. Профессиональный рекорд. Одна победа из бойцовского клуба «Кузня». Краснодарский край. Россия. Евгений Олейник! Рефери в октагоне Ашота Шугян. Итак, Магомед Шотаев, Евгений Олейник. Магомед у нас в синим углом, Евгений в красном. Поединок начинается. Первый раунд. Смотрим. Оба правши. Присматриваются пока что друг к другу соперники. Евгений отдает центр клетки. Активно перемещается. И вот. Мощная комбинация в исполнении Магомеда Шотаева. На два удара руками выбросил в ответ на лоу-кик соперника. Еще один лоу. Бросается вперед. Магомед Шотаев, но нарывается на встречные удары от Евгения Олейника. Очень умело спровоцировал Евгений Олейник в последнем эпизоде своего соперника. Дернул, провалил. Поверил Магомед Шотаев в то, что сейчас последует атака. Попытался ее перехватить и в результате пропустил два или три точных удара. А вот сейчас хорошо зашел мидл-кик со стороны Евгения. Там же лоу-кик. Уже серьезное покраснение на левой ноге Шотаева. Продолжает перемещаться Евгений. Не застаивается. Понимает, что Магомед вкладывается в каждый удар. Нужно постоянно смещаться с линии атаки. Чтобы не дать себя подловить. Попытался сейчас Шотаев снова достать правой. Но не вышло. Не хватает пока дистанции. Не подпускает его близко Евгений Олейник. У Евгения пока что лучший тайминг. Ему удается упреждать атаки соперника. Предугадывать и предвосхищать его намерения. Ну и как следствие мы видим, графика нам показывает от 25 на 16 по ударам в пользу Евгения. Снова попытался мне Евгений достать. На этот раз с апперкотом. Но не вышло. Хай-кик. И отвечает лоу-киком Олейник. Боковой удар. И очередной лоу-кик справа от Олейника. Пока одиночными работают бойцы. Больше половины первого раунда позади. Попытался достать левой рукой соперника с дальней дистанции Евгений. Не получилось. Продолжает отбивать он Магомеду левую ногу. Одиночный левый боковой в блок. Работать еще полторы минуты. Еще один лоу-кик от Евгения. И бросается он в ноги. И осуществляет тайк-даун. Ну, мы привыкли, что люди с фамилией Олейник обычно очень много. И весьма успешно борются. Сейчас мы видели, что Евгений продемонстрировал нам свое мастерство в стойке. На протяжении четырех минут почти это происходило. И сейчас все-таки решил прибегнуть к борьбе. Правда, Магомед Шатаев оказывается на ногах почти сразу. Там забрал шею Магомед. Но хватит ли возможности? Нет, не получилось. Довести им прием до конца. И поединок продолжается в стойке. 30 секунд до окончания первого раунда. В целом сценарий не меняется. Магомед Шатаев идет вперед. Начинает застаиваться Евгений. Мидл-кид хороший. И там попытался через руку пробить Магомед Шатаев. Последние секунды первого раунда. Еще один мидл-кик. И теперь уже в борьбу идет Магомед. Да, получается у него тейкдаун. Заработал баллы в концовке раунда. И спортсмены уходят на перерыв. Смотрим на статистику. 8 точных попаданий у Магомеда. И 24 у Евгения. Очень долго заряжался Магомед. Пытался найти свою дистанцию, свой ритм. И никак не мог поймать Евгения. Но вот в конце удалось несколько раз пробить. Да, первую половину раунда, ну, даже, наверное, первые три с половиной минуты, забрал Евгений Оленик. Потом постепенно начал выравнивать ситуацию Магомед. Итак, второй раунд. Легкая весовая категория, до 70 килограммов. Второй раунд. Возобновляется поединок. Подходит постепенно Магомед Шатаев. Подкрадывается. Не преднамеренно получилось. Да, извиняется сразу же Евгений. Ну, действительно, одиночный удар. Мы видим, что, да, неприятно Магомеду Шатаеву. Но в целом никакой трагедии не произошло. Ну, спортсмен остается на ногах и, судя по всему, готов продолжать. Ну, или будет готов через несколько секунд. Как правило, до пяти минут дается на восстановление после таких ударов. Но бойцам требуется гораздо меньше. Итак, возобновляется бой. Вновь идет вперед Магомед Шатаев. Удар с разножки от Евгения. И своей комбинацией отвечает Магомед. Что ж, темп у нас взвинтили спортсмены. Несколько активных эпизодов. Но никто не потрясен. Серьезного ущерба не получилось нанести друг другу. Большинство ударов пришлись в блок либо по воздуху. Снова отходит назад. Евгений Олейник. И бросается сейчас вперед. Подхват корпуса. Снова неудачно. И бойцы вновь в центре. Да, хитро Евгений заходил на ближнюю дистанцию с апперкотом. Пытался контратаковать в борьбе Магомед Шатаев. Но и здесь потерпел неудачу. Ну, кик по внутренней стороне бедра от Магомеда. И остается три минуты во втором раунде. Еще один лоу от Евгения. Хороший боковой удар получился у Олейника. Да, причем первый не прошел. Но второй аналогичный удар пришелся точно в цель. Шатаев заходит на среднюю. Размашистый такой, пушечный. Правый мимо цели. Поковой удар со стороны Евгения. И попытка перевода. Оказался он у сетки. Здесь защищаться гораздо сложнее. Не отбросишь ноги назад. Пытается Евгений прихватить соперника на гильотину. И, судя по всему, пришел к выводу, что захват плотный. И поэтому решил закинуть ноги. Но риск оказался неоправданным. Очень быстро голову Магомед освободил. И сейчас за две минуты до окончания второго раунда покажет нам свое мастерство в атакующих действиях в партере. Плотный гард закрывает на пояснице соперника Евгений. И пытается оттолкнуть сейчас соперника от себя. Евгений удается это сделать. Но нужно подниматься. Тут же бросается вниз Шатай. Не получается у него выйти. Боковой контроль. Правая рука заблокирована. Левая тоже. Ущерба практически сопернику Магомеда в данном положении не наносит. Но контроль идет в его пользу. Наносит несколько боковых. Коротких. Сейчас Магомед Шатаев. Пытается пробить апкик Евгений Олейник. Но ноги его отбрасывает соперник и обходит защиту. Времени остается не так много. Но вот сейчас позиция у Магомеда Шатаева хорошая. Теперь уже он прихватывает соперника на гильотину. Продолжает грузить. Нет. Выходят соперники на дистанцию. И есть еще больше 30 секунд у Евгения Олейника, чтобы набрать баллы. Но, впрочем, как и у Магомеда Шатаева. Еще одна попытка пробить лоу-кик со стороны Евгения. Попытался обозначить по корпусу. Хай-кик. Ему нужно ударно провести концовку этого раунда. Апперкот шикарный там пробил. Своевременно Шатаев. Да, прочувствовал Магомед момент, когда соперник как раз уклонялся в правую от себя сторону и поймал на апперкот. Тейкдаун на последних секундах от Евгения Олейника. И последний перерыв в этом поединке. Дальше третий раунд. Смотрим на статистику. 36 попаданий у Олейника, 28 у Шатаева. На втором раунде ситуация выровнялась. И мы видели активную борьбу и контроль со стороны Магомеда Шатаева. Вот как раз эпизод сейчас был на наших экранах с тейкдауном. А вот здесь видно, что апперкот все-таки не зашел туда, куда рассчитывал Магомед Шатаев. По корпусу пришелся этот удар. Дамы и господа, поддержите бойцов! Третий раунд! Итак, третий, заключительный раунд. Сразу же, уже в привычной манере, идет вперед Магомед Шатаев. Начинает активно перемещаться Евгений. Мидлкик пробивает. Лоу-кик. Хорошо сейчас провел комбинацию. Закончил хайкиком. Вот сейчас проваливает его Магомед Шатаев. Попытался пробить навстречу. Но в центре двойка проходит у Евгения. Левым боковым пытался Евгений соперника зацепить на выходе. Пушечные удары ногами у Олейника. И очень плотный, хлесткий левый хайкик. Не проходит боковой у Магомеда Шатаева. Застает правой. Здорово Магомед после атаки соперника. Ну а Евгений, в свою очередь, начинал свою комбинацию со слишком большой дистанцией. В итоге все удары пришлись по воздуху. И попытка прохода. Под одну ногу есть захват у Евгения. Посадка не получается. Ужасный просто эпизод в исполнении Евгения Олейника. Заваливает он в итоге на себя соперника. И запускает его за спину. Ну что ж, хорошая возможность для Магомеда Шатаева перейти к контролю. Соперники в центре клетки. В качестве опоры заграждение не может использовать Евгений. Наносит сейчас короткий боковой удар Магомеда Шатаев. Сверху Евгений защищается. Но в этом положении ему нужно атаковать, чтобы позиция считалась равнозначной. Сейчас еще и по корпусу ногой пробил в момент, когда соперник вставал. Магомед Шатаев все абсолютно в рамках правил. Но получился такой сокер-кик по ребрам. Ну что ж, последние две минуты этого поединка. Получается конкурентный у нас близкий бой. И ни тот, ни другой не могут быть уверены в том, что судейская благосклонность будет с ними по итогам встречи. Поэтому надо рисковать в концовке. Надо стараться действовать максимально активно. И вот бросается теперь Евгений Олейник в ноги. Пытается выполнить тейкдаун. У него это получается. Другое дело, что зафиксировать соперника на конвасе он не может. Тут же поднимается Шатаев. И уже позиция меняется. Теперь он в атаке. Подхватывает бедро. Нужно подсекать вторую ногу. Ну, уже, судя по всему, не хватает сил у Магомеда Шатаева. Нет, хватает. Выдергивает буквально бедра он из-под Евгения Олейника. Получается тейкдаун. Посмотрим, что будет с контролем. Здесь можно блокировать и даже нужно блокировать ноги, чем и занимается Магомед. Мы видим, треугольник закрывает на ногах. И сразу же, почуяв неладное, пытается поменять позицию Олейник. Да, попытался выбраться. Развернулся. Но никуда его не пустил Магомед Шатаев. Все меньше и меньше времени у Евгения Олейника, чтобы попытаться выбраться из этой позиции. И, наконец, начать работать первым номером. Отдает он спину. Ну и вот мы видим, что пытается подняться сейчас. Евгений наносит удары. Шатаев в этом положении. Сверху. Да, требуют просто от него тренеры, секунданты взорваться на последних секундах. И уже из последних сил всю оставшуюся энергию в концовке отдает Магомед Шатаев. Вот, наверное, единственный момент в этом поединке, когда один из спортсменов доминирует. Очень хорошая, бодрая концовка в исполнении Магомеда. Весьма вероятно, она склонила чашу весов в третьем раунде в его сторону. Что будет по ходу всего боя, узнаем совсем скоро. Видим статистику по ударам. На последних секундах буквально Магомед эту статистику выровнял по всему поединку. Но не забываем, что каждый раунд считается отдельно. Ну что ж, ждем решения. Ну, на мой субъективный взгляд, в первом раунде получше был Евгений. В третьем я бы отдал предпочтение Магомеду. А вот второй раунд, получается, у нас ключевой и самый близкий. Соглашусь, но мне кажется, что и второй Магомед забрал за счет контроля сверху. Большую часть времени он находился именно в этом положении. Атаковал. В втором отрезке. Ну, давайте послушаем. А первый, безусловно, остался за Евгением. В пятом бою, в легком весе, единогласным решением судей, победу одержал боец Сирио Угла. Магомед Шатаев поддерживает волевую победу в этом противостоянии. Поздравляем. Магомед Шатаев Магомед Шатаев Магомед Шатаев Магомед Шатаев Субтитры сделал DimaTorzok